Игра «Не хочу в Америку» Мою коллегу хочу вам представить, Люси Любимова Привет, привет Подожди еще разок Да, меня слышно? Да, меня видно, меня не видно Ребят, кстати, нас и видно прекрасно и замечательно Вы даже знаете где На сайте нашем, на радиоаврора.е Ведет сейчас прямая трансляция в Фейсбуке На официальной страничке Аврора, и не только И в общем-то не забывайте, что Аврора Это теперь не просто радио Это, конечно, еще и радиотелевидение, дорогие друзья Поэтому, если у вас дома, на ваших телевизорах Есть обычный смарт-бокс Если у вас просто смарт-телевизор Или приставка Ростелекома, битовая, ситовая То вы обязательно можете Просто очень простым способом Можете посмотреть и проследить за тем Что у нас здесь сейчас происходит и вообще А сейчас происходит следующее К нам приехали нелевизоры К нам приехал, к нам приехал Секунекитин, дорогой Друзья, смотрите, в чем дело Уже, оказывается, целых 10 лет в мире проводится Такое понятие, такое событие, как Велоночь Крутая штука Да, оказалось, что это крутая штука Мы, знаете, так разве что слышали Краем уха где-то там И думали, вот, где-то время проводится Велоночь В Москве, я не знаю, в каких-то крутых столицах Городах и странах и так далее А вот оно докатилось и до нас Теперь и мы стали крутыми Теперь и мы Друзья, это очень статусно Это очень престижно Это большое счастье для нашего города В чем суть Велоночи? Сейчас нам расскажут, конечно же, наши замечательные гости Так, рада вам представить Сергея Никитина, заодно сделаемый саунд Человек, Сереж, я вас попрошу еще отреагировать и голосом Привет, привет, друзья Привет Все Сергей основатель проекта Велоночь Я правильно понимаю? Да, совершенно верно И человек, который вот ездит по разным городам И все это дело организовывает И человек, который ему помогает Можно сказать, тоже двигает все это дело Тянет-потянет Это Лиза Савина Лизочка, и вас тоже хочется услышать Все, отлично Друзья, лицезрите, как сказала уже Люсечка Наших гостей на сайте radioaurora.m А сейчас я хочу, чтобы уже не с моих слов Потому что это будет крайне надуманно А именно со слов наших гостей Мне бы рассказали, что такое Велоночь в Ереване Когда она будет проводиться Что это будет такое И как мы с вами можем быть туда вовлечены Сережечка, прошу вас Да, друзья, действительно, в октябре месяце Сразу после дня города Дата дня города пока что не опубликована на сайте мэри Но вот на следующие выходные Так мы придумали С нашими партнерами компании Русал Который нас поддерживает Пройдет в Ереване Ереванская Велоночь То есть в одной из суббот октября Да, это событие, которое проходит обычно с субботы На воскресенье Начинается поздним вечером И заканчивается ранней ночью Завершается, естественно, каким-то приятным местом Где люди продолжают дружить и общаться Это социальное событие Не спортивное В нем участвуют люди любых возрастов Дети до 16 лет, естественно, только вместе с родителями И число таких людей увеличивается Каждый год, что нам очень приятно Что такое Велоночь? Это ночное путешествие в историю города По перекрытым улицам То есть это большая экскурсия У нас есть еще такой коммерческий слоган Главная экскурсия планеты Это действительно так Представьте себе Самые лучшие, самые интересные специалисты Из разных стран Рассказывают историю города В данном случае историю Еревана И мы выбрали для Еревана Раз уж такой вопрос Сразу, как это происходит Это происходит вместе с Радио Аврора Потому что для того, чтобы все участники Могли услышать наших спикеров Которые в этот момент будут находиться с нами на велосипедах Либо будут находиться в студии Радио Авроры Либо у себя дома, например, в Лос-Анджелесе Как мы можем себе представить И не смогут залететь в этот раз в Ереван Все это будет синхронизировано на волнах радио И вы сможете это слушать при помощи аппликейшена Либо при помощи обычного радиоприемника Что тоже очень хорошо И дальше с остановки на остановку Семь остановок Каждая из остановок Это эпоха в истории Еревана И мы решили привязаться к такой важной дате Которая вообще в этом году много важных дат Для нас, по крайней мере И одна из самых, на мой взгляд, ярких и вкусных дат Которые нужно осмыслить Это 99 лет Еревану как столице Армении Боже, как трогательно, Сереж Буквально через 2 минуты мы продолжим Все, и, конечно же, вопрос, который наверняка назрел у всех наших слушателей Почему был выбран Ереван в том числе Как вообще это произошло Счастье на нашу голову свалилось Друзья, в октябре нас ожидает вела ночь Буквально через 2 минуты мы продолжим об этом говорить в прямом эфире Авроры На радио Аврория Историческо-познавательная Патриотическо-финансовая выгодная игра Нихачу в Америку Патриотическо-финансовая выгодная 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 вопрос, мне только что задавали в Иркутске, когда мы делали Иркутскую Веломощь. Почему мы? Правда, потом сразу же журналист стал говорить, ну, вообще-то мы в три раза больше Парижа. Вот, так что вы себе представляли. Для вас тоже Париж важный. Важный, как бы, референс-поинт. Говоря о Ереване. Ереван как раз нас заинтересовал вот этой блистательной историей как-то столичного города. Да, безусловно, Эребуни. И об этом мы будем говорить, потому что в этом году исполняется 70-летие тех раскопок, которые привели к открытию вот этой фантастической даты. Вы оказались самым древним городом Советского Союза вопреки многим. Вот. И, но с другой стороны, преемственность. Преемственность места, где живут ваши бабушки, ваши дедушки, прабабушки, прадедушки. Жили вот эти 100 лет, которые действительно стали столетием армянской государственности и больших успехов науки в искусстве. Мы начали разговор об этом на радио еще вчера. Стали перечислять и формулировать эти моменты. И, конечно, участие армянской культуры, очень открытое участие армянской культуры в разных европейских культурах, потому что мы стали говорить уже не о том, что армянская диаспора в Индии печатала газеты, да. История армянской прессы начинается в Индии, что вы наверняка это знаете. А то, что армяне начинают активно участвовать и во французской культуре, и в русской, и многих других, не являясь уже частью закрытого меньшинства. Вот это эпоха 20 века. Большого пристального интереса и больших сил, которые сюда пришли. А если вот приземлиться, да, Сергей Александрович, Мирт узнает, что в Ереване проходит Вела Ночь. Я знаю, да, сайт, естественно, есть, друзья, у этого события. Называется он villanotte.com Да, и мы поэтому с нетерпением ждем утверждения даты нашего события в мэрии, для того, чтобы пригласить сюда гостей и друзей из, безусловно, из Германии, из России. Они тоже будут участвовать в Ереванской Вела Ночной? Да, конечно, с большим удовольствием. Кстати, дата-то зависит именно от того, когда у нас определится дата празднования Ребуни-Ливанка. Да, мы хотим сделать это через неделю после, чтобы не мешать празднованию. Ну ничего, друзья, Аврора, конечно же, как говорится, и расскажет, и покажет, а более того, она будет транслировать все в прямом эфире, и спикеры, которые будут снабжать велотуристов, велшественников, велопутешественников в этот момент по городу, будут снабжать именно через Аврору информацию. Так что, да, я хотела спросить, мы не говорили о маршруте, уже известны точки, на которых вы будете останавливаться? Да, вы знаете. То есть где стартуют? Понятно, что у вас на сайте написано, что финишируете вы как раз у старой крепости. Пока что маршрут, мы как раз его доразрабатывали, только что сегодня нам кажется, что у нас появился очень правильный, хороший маршрут. Мы начинаем у оперы и завершим, крепость будет самой дальней остановкой, после этого мы вернемся всей колонной в центр. Но главное, что нам хотелось? Нам хотелось рассказать эти 99 лет через архитектуру, через язык архитектуры и немножко через археологию. То есть камень, да, это каменный город, архитектура – это застывшая музыка. И каждая остановка – это эпоха. Это яркая эпоха, это эпоха, естественно, Таманяна, это эпоха противостояния Таманяной молодежи, типа Мазманяна и Алабяна. С другой стороны, конечно, это блистательные 60-70-е годы, постройка мемориала геноцида в 67-м году, и круг архитекторов вокруг Тарханяна, который, к сожалению, постройки этой творческой группы находится сейчас в грустном состоянии, мы знаем, да, и снесен дом молодежи, и с другой стороны кинотеатр России, который теперь называется «Аэрорат», тоже, наверное, не… Почему бы вам самому не стать спикером? Зачем вам эти другие… А я буду тоже рассказывать, что думаете, я разогреваюсь. Момент. У вас у самого будет велосипедик? Вы сами-то. А у Лизы? Лизы тоже. Мы все едем на велосипед. А вот простые слушатели, у кого есть велосипед, как могут примкнуть? Надо будет просто зарегистрироваться на сайте, как только у нас откроется регистрация, я думаю, что мы здесь сообщим об этом, на радио «Авроры» и в сайт. Вы зарегистрировали за одну минуту себя, своих друзей. В фейсбуке его тоже есть. В фейсбуке, естественно, есть страничка и ВКонтакте. Велонотте? Точка ком. Два Т? Нет. Велонотте. Надо наручку зайти на сайт. Сейчас я посмотрю. Ну, в любом случае, на сайте можно будет. Как мы уже сказали, друзья, участие бесплатное совершенно. А ограничено ли количество участников? Да, ограничено количество. Все-таки улицы и улочки, по которым мы будем ехать, не очень велики. Поэтому, я думаю, что у нас все будет ограничено, по-моему. Ну, вот до скольки человек? Ну, говорили вчера о полутора. О полутора? Ну, кстати, где полтора? Там и две. То есть вы договорились уже с нашей мэрией о том, что эти все улицы будут перекрываться? Мы встречались, и запущены процессы, запущены письма. Наши товарищи власть передержащие, нормально, адекватно. Прекрасные вообще совершенно. Все очень сопереживают, и всем все это очень нравится. Дорожная полиция, соответственно, уже будет обеспечивать то, чтобы вот эти маршруты были. Это действительно очень важно сказать, что поскольку это не спортивное событие, но в то же самое время это не марафон. Мы едем от остановки к остановке, останавливаемся. То есть не обязательно быть, знаете, суперспортсменом. Вообще не обязательно езжу на велосипеде, честно говоря. То есть я езжу, но как бы... Вскоре он переключать научилась два месяца назад. Это очень важно, друзья, на самом деле, потому что... Ой, ну я и велосипед. Он очень адаптирован как раз для тех... Вот мы когда делали первую «Стамбульскую вела ночь» уже пять лет назад, я помню, что мы, ну как могли и старались адаптировать этот город, но понятно, что подъем, например, Галатской башни невозможен на велосипеде. Только опытный триатлонист, например, Арман, наверное, может въехать на нее вот так вот под вертикальным... Арман, имеется в виду Арман Анатонян, большой привет, это Федерация велоспорта. И мы, поэтому мы просто предложили всем участникам идти с велосипедами в руках. И, в общем-то, идея... То есть на горб и вперед? Откачать бицепс. Ага, хорошо, хорошо. И идея, да, стоит именно в том, что это должно быть просто. Маршрут должен быть максимально простым, и его задача скорее вызвать интерес для дальнейшего изучения, для чтения книг, для хождения на выставки, общения, заведения семьи и прочего. Да, это, друзья, очень, знаете ли, обнадеживает, радует... А где еще интеллигентным людям познакомиться? Как не на Велоночи Ереванской. Это естественно. Расскажите, где еще? Друзья, но вы не переживайте, потому что, вот как выяснилось, количество участников будет ограничено, пока неизвестно до скольки тысяч. Тут прозвучала цифра полторы, а я думаю, где полторы, там две и три. Так что мы с вами обязательно вольемся. А кто не сможет, и Сергей Александрович уже хорошо об этом сказал, тот, конечно же, может лицезреть все это и на Авроринском сайте, на визуальном радио, на сайте radioavrora.com. Просто, знаете, вот так примкнуть. Неважно, где вы, в каком часовом поезде, в какой столице, есть у вас велосипед, нет, вы все равно будете, друзья, в Ереванской Велоночи. А прямо сейчас я очень попрошу кого-то из вас, друзья, суметь дозвониться к нам в прямой эфир по номеру телефона 091-76-1007. И опять неважно, есть у вас велосипед или нет, потому что мы вас ждем, как говорится, любым совершенно. Очень хочется, чтобы вы тоже сегодня стали участником нашего прямого эфира. 091-76-1007. Друзья, через две минуты мы вернемся в прямой эфир. И хочу в Америку на Авроре. На радио Авроре, историческое познавательное, патриотическое финансовое выгодное игре. Не хочу в Америку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что проект города был посвящен его жене Потому что остальные цвета были в дефиците И не почему Просто так получилось Итак, смотрите Славится наш город тем, что его называют также розовым Таманян выбрал именно этот камень для того, чтобы соорудить тот Ереван, который он видит Именно вот таким розовым, кремовым, слегка оранжевым Почему? Как вы думаете? розовый цвет цвет и маняна не в честь жены не потому что все остальные цвета были в дефиците не потому что ну просто так и розовый розовый как-то он может и не зацикливался на этом это ваш окончательный ответ давайте будем думать давайте у нас есть еще две с половиной минуты или даже двух с половиной нет а вот другие цвета кроме розового и крема в дефиците теперь какой какой все-таки вариант вы выбираете я давайте потому что остальные цвета были в дефиците а что думают кстати наши гости вот лиза на вскидку если мне кажется что остальные цвета были в дефиците потому что наверно черного туфа меньше розовый туф он как бы в избытке здесь же такую а поэтому наверное а сергей александрович и конечно не знает правильный ответ за все не знаю правильного ответа поэтому я с нетерпением жду активно гуглит я вижу скромный объединил человек вот двадцать это объединил вы меня простите конечно нет к сожалению я вынуждена вас огорчить он подарил проект еревана своей любимой жене кремовый и бежевый это в честь жены любимой с романтики такое бывает мало ли минутки и чего на самое главное мы узнали что к нам дозвонился сегодня грязь за что ему огромное спасибо и стал героем нашей программы и не беда что мы с вами не сумели как-то вот срячим отгадать да что именно послужило тому что таманян затеял наш город именно в розовом и бежево-кремовом туфе но зато мы узнали что оказывается это все потому что он посвятил этот самый проект своей жене друзья мы через новости после новостей конечно же продолжим наш прямой эфир а прямо сейчас лилита раджанян с выпуском новостей на радио авроре историческо-познавательная патриотическо-финансово выгодная игра не хочу в америку 81 сантиметр анкьюна гэц ов хэр у ста цуи цс уйц энт амена 77 000 драмов евро база 011 55 55 55 107 FM включить новостей новостей аврора жама 14 global кредит кайлэнк жаманакин хамахунч раджио аврора луреш Продолжение следует... 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 Обязательно вот там нужно остановиться. Например, у чего? Что бы вы хотели показать в Ереване? Нелечка или папа, может быть что-то? Я думаю, что мы можем пить рейси скидку. Не жаль, в Еревану нету, а в чем он очень, как он ускорит, я думаю, что если вы поняли, то вы не можете скидывать на тему ереванциного, или не вернодельного. Как вам сказать? Наскуда у нас нету, а то есть вот это вот Сараланч и так далее. Я думаю, это тоже будет включено. Вот момент около кукурузника, Сергей, будет включен в маршрут. Момент, вы имеете в виду то место, где стоял дом? Где стоял. Ну, конечно, мы будем вспоминать об этом. Нелечка, маршрут будет и там тоже, поэтому смело присоединяйтесь. Если вдруг нет велосипедов, уверена, этот вопрос тоже решится. А все подробности, друзья, и для вас, Нелли, для вашего папы, и для всех наших слушателей, в том числе и способ регистрации на это самое событие, Ереванская Велоночь, он может происходить на сайте velonote.com. Если вдруг что-то там заблудили, звоните на Аврору, подскажем, чего и как. Не проблема, будем периодически информировать. Нелечка, огромное вам спасибо, что вы позвонили. Езжайте с Богом, и куда вы едете, передайте всем огромный привет. Всего вам доброго. Всего вам доброго, дорогая. Ну, вот, пожалуй, будем закругляться. Так плавненько уже. Будем закругляться, но напомним всем. Итак, дорогие друзья, у нас в октябре ожидается, ну, очень классный, это даже не велозабег, как это назвать? Это именно велоночь. Это именно, дорогие друзья, велоночь. Причем очень такая познавательная будет у нас ночь. Я думаю, что каждый из нас для себя тоже узнает масса интересной новой информации. Поучаствовать можно бесплатно. Нужно просто зарегистрироваться, друзья. Естественно, до этой самой велоночи успеть это сделать на сайте велонота.ком. Правильно я все прочитаю? Абсолютно. Да, администрацию мы откроем, как только узнаем дату дня города. Ну, а дату узнают совсем скоро, потому что мэрии сейчас тоже решают этот вопрос. Друзья, огромное вам спасибо, что вот это время вы провели в прямом эфире «Аврора» вместе с нашими гостями. С нами огромный привет также всем, кто на фейсбуковской страничке оставляет свои комментарии. Абнирок, Люся, слушай, я хочу спросить, что делаешь вечером в субботу? Я обожаю, когда так это прекрасно. Любимого. Ну, давай уже, чего уж там. А, конечно, друзья, это же все прямой эфир, и ничего не скрыть. Спасибо вам огромное, друзья. Прямой эфир «Авроры» периодически будет продолжаться. И всеми нашими программами нас ждет сегодня. И, Люсенька, нас ждет большой футбол. Большой футбол будет сегодня. Да, большой футбол это вообще. Там, ребят, тоже не забывайте, можно будет выиграть 10 тысяч драм. В морском бое вообще за каждое ваше точное попадание по пятереку. А можно в сумме и 20 выиграть. Ну, и сегодня же четверг, может, и поболтаем вечером. Может быть. Ну, как говорится, время покажет. Друзья, все, мы с вами не прощаемся, потому что в октябре встречаемся на Велоночи. Всего вам доброго. Пока. Спасибо. До скорого. Пока. До свидания. На радио «Авроре» историческо-познавательная, патриотическо-финансово-выгодная игра «Не хочу в Америку». Парадокс трейдинг, Алицуна.